Сегодня же стало известно, что число погибших во время беспорядков достигло 100 человек. Как заявляют в Минздраве Украины, накануне в Киевской городской клинической больнице скончался еще один участник противостояния. Общее количество пострадавших в ходе столкновения увеличилось до 1075 человек. Более 200 остаются в больницах. Часть из них вскоре отправятся на лечение в Израиль. Первые из украинских защитников Майдана уже доставили в медицинский центр Каплан в Риховоте. Там сегодня побывал наш корреспондент Сергей Ауслендер. Под повязкой у Саши мешанина костей, сухожилий разорванных мышц. Крупнокалиберная пуля почти отсекла ему предплечье. Киевские медики наложили шину и посоветовали как можно скорее выбираться за границу. Историческая выписка из больницы в огнепальной кулевое сквозное поранение. Это огнестрельное пулевое сквозное ранение. Чтобы было понятно, что это очень серьезная вещь. И тем более стреляли запрещенными пулями. Калибр 7,62. А ты пулю сам увидела? Да, конечно. Она как звездочка раскрылась, но так как кость ее затормозила вторая, она наполовину скувожилась. Это случилось 20 февраля на улице Институтской в центре Киева. Судя по всему, снайперы использовали разрывные или экспансивные пули. Запрещенные всеми возможными конвенциями, они наносят ужасные раны. Буквально отрывают конечности. Сашу спас милицейский щит, которым он прикрывал раненого. Пуля снайпера, то есть, попадает мне в щит, то есть, пробивает левое предплечье. Второй выстрел был уже просто, ну, как бы он смазал по щиту. То есть, она как бы, ну, щит пробила, то есть, я уже просто все, я уже понял, что это уже все. То есть, когда, ну, так-то если в тренажерном зале тянуть, там, 70 килограмм, 80 килограмм, это еще и там понятно. Когда ты человека тянешь, то есть, это уже совсем другое. Я уже все, уже кинул и начал просто бежать. Мне кажется, ну, его убили. Помогать раненым взялась Валерия, доктор из больницы Каплан. С той стороны волонтеры оформляли бумаги, паспорта, посольство помогало с документами. Все делали максимально быстро, потому что время стремительно уходило. Саше, например, грозила ампутация. Больница Каплан согласилась принять раненых из Украины, что называется, под честное слово, без гарантии оплаты. Их состояние очень тяжелое. Многим нужно буквально спасать жизнь, поэтому финансовые вопросы будут решать потом. В Киеве готов к отправке санитарный самолет. Завтра он привезет в Израиль тяжелораненых, тех, кого опасно перевозить обычными рейсами. Израильские хирурги готовятся к тяжелым операциям. Опыт у них колоссальный. Огнестрельные и осколочные ранения для здешних врачей – дело привычное. Мы реально можем помочь, потому что, например, как Саше, ему нужно сделать трансплантацию костей. Ему нужно сделать пересадку кожи. Это те коньки израильской медицины, которые… Израиль был родоначальником, и, соответственно, есть и опыт благоприятный. Вот совершенно незнакомый мужчина в больничном коридоре по-английски обращается к Саше со словами сочувствия. Большинство израильтян имеют довольно смутные представления о том, что происходит на Украине, каковы причины революции, кто во всем этом виноват. Но они точно знают, что там погибли люди, есть раненые, а значит, надо помочь. Кстати, вместе с защитниками Майдана в Израиль привезут и пострадавших солдат внутренних войск. Сергей Услендер, Ближневосточное бюро. Артевяй.